В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена Якова Ижан Смогулов. Здравствуйте. Правительство утвердило концепцию развития рынка труда в Казахстане на 2024-2029 годы. Документ содержит подробный анализ условий в сфере занятости, плюсы, минусы, задачи, требующие решения, прогнозы вариантов развития событий. Предполагается, что результатом станет увеличение количества рабочих мест и в целом улучшение ситуации на рынке занятости. Что ж, предлагаю обсудить все это прямо сейчас. Для этого на прямой связи с нашей студией находятся. Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Олжас Вардабаев. Президент Координационного совета Ассоциации HR-менеджеров Казахстана Гульмира Раисова. Кандидат социологических наук, главный научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра Digital Social Research Восточно-Казахстанского технического университета имени Серегбаева Элеонора Столярова. А также известный экономист Ануар Нуртазин. С удовольствием вас всех приветствую, уважаемые гости. И господин Нуртабаев, давайте начнем с вас, потому что именно ваше ведомство является автором этого документа. Я имею ввиду концепцию развития рынка труда на 2024-2029 годы. Но прежде чем, собственно, подробно о ней говорить, давайте в целом поймем, что сейчас из себя представляет рынок занятости в нашей стране. Добрый день, коллеги, добрый день, Каэржан. Действительно, сегодня на заседании правительства была утверждена концепция развития рынка труда до 2029 года включительно. Данная концепция, разрешите, я все-таки немножко очередность с вашего позволения поменяю. Хотел бы сначала сказать о том, что в себя включает наша концепция и почему она включает в себя такие компоненты. В общем-то, на самом деле, концепция состоит из трех основных элементов. Первый блок вопросов связан с стимулированием создания рабочих мест. Второй блок вопросов связан с развитием человеческого капитала. И третий блок вопросов связан с самой так называемой инфраструктурой рынка труда, то есть вот этим вот самым обеспечением трудового посредничества. Это то, насколько хорошо работает биржа труда, то, насколько хорошо работают государственные органы в этом вопросе. Почему на самом деле наша концепция имеет в том числе и отраслевой окрас? Почему мы зашли в то, каким образом должна работать система нефтегазовая, горно-металлургические комплексы, агропромышленные комплексы и так далее? Потому что, в общем-то, рынок труда не может существовать в отрыве от каждой из отраслей. Ну да, согласен. И решения будут приниматься в каждой из отраслей, зависит то, каким образом наш рынок труда будет выдвинуть. Будут ли сокращения или будет ли, наоборот, рост количества рабочих мест. Что еще стало новеллой нашей концепции? Так это то, что мы вводим понятие качественных рабочих мест. В общем-то, на самом деле сейчас общество ставит определенные, скажем так, имеет запросы, которые должен рынок труда удовлетворять. Это заработная плата не ниже медианной по региону. Это устойчивое трудоустройство более полугода в году хотя бы. Это безопасные условия труда. Я думаю, последние события еще раз нам напомнили о том, насколько это важный вопрос. Это наличие полного социального пакета. То есть вот эти четыре критерия будут ставиться как задачи перед теми отраслевыми государственными органами, перед теми проектами. В чем-то данные критерии зашиты вот в этой концепции. Что в целом происходит на рынке труда? Мы имеем великолепную ситуацию, когда демография Казахстана идет в горочку, что называется. Каждый год мы имеем рекордное количество молодежи, выходящих на рынок труда, которых нужно обеспечивать соответственными рабочими местами. И, в общем-то, как раз-таки на эти все вопросы отвечает наша концепция. Насколько я понимаю, среди индикаторов, которые рассматриваются, изучаются в документе, это, по сути, такой классический свод-анализ вопросов, проблемы и пути их решения. Наверняка там есть и момент дисбаланса между спросом и предложением. Если мы говорим о профессиях, которые используются в нашей стране наибольшим спросом, какие это? Ну, классически в самом большом количестве требуются выпускники профтехобразования, то есть это рабочие квалификации. Но требования к этим рабочим квалификациям очень серьезным образом меняются в последние годы. Мы понимаем, что это уже и большое, скажем так, участие каких-то IT-навыков, хотя бы первичных. Это большое количество новых навыков, которые требуются для управления новой аппаратурой, новым оборудованием. Поэтому, в общем-то, рабочие квалификации, безусловно, с новыми навыками, вшитыми в них. Ну, когда мы говорим о дефицитных профессиях, специальностях и так далее, там, гидрогеологи, да, или там, сельскохозяйственные специалисты и так далее, я могу долго, наверное, этот список продолжать. По большому счету, ведь не ваше ведомство занимается подготовкой этих кадров. Как можно, собственно, решить проблему? Вы как-то готовите какое-то, не знаю, обращение, задание к Министерству высшего образования? Вот, на самом деле, вы очень правильно подметили, что подготовкой кадров занимается Министерство просвещения и Министерство науки высшего образования, соответственно, в колледжах и вузах. Но наша задача, как Минтруда, обеспечить вот этот вот, ну, давайте условно назовем это мостиком между рынком труда и системой подготовки кадров. Вот этим мостиком является национальная система квалификаций и, в частности, такой документ, как профессиональные стандарты, в которых отрасль и эксперты заявляют, какие требования они сейчас выставляют сварщикам, токарям, слесарям и так далее, и так далее, и так далее. То есть это тоже учтено в нашей концепции, вот эта вот взаимосвязь и необходимость работы как единого организма, системы образования и рынка труда. Понимаю. Господин Урдоваев, я знаю, что у вас загруженный график и очень много работы, но если бы вы пока не отключались, если бы были с нами на связи до конца эфира, я был бы очень благодарен. А пока обращусь к моим следующим гостям, но прежде чем продолжится разговор, предлагаю посмотреть небольшой материал как раз-таки о исследованиях рынка труда и о том, что специалисты наблюдают. Причем не только наши, казахстанские специалисты. Ежегодная потребность новых рабочих мест может составить 100 тысяч в ближайшие пять лет в Казахстане. Уже сейчас в стране на рынке труда наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, говорят в Министерстве труда и социальной защиты населения. На структурные изменения значительно повлияли цифровизация и внедрение новых технологий. Мы проводим исследования в Казахстане на протяжении года. Есть ряд проблем, которые нужно решить. В первую очередь необходимо создавать именно качественные рабочие места. И речь сейчас не только о высокой заработной плате. Вместе с тем это безопасные и здоровые условия труда, возможности для профессионального развития и карьерного роста, социальная защита и трудовые права. По данным профильного ведомства, в стране разработали новую концепцию развития рынка труда. Инициативы, вошедшие в проект, помогут увеличить число рабочих мест до трех с половиной миллионов в ближайшие шесть лет. Далее хотел бы обратиться к президенту Координационного совета Ассоциации HR-менеджеров Казахстана Гульмире Раисовой. Итак, Кульмира Болотна, когда мы говорим о том, что, собственно, работодатель может дать сотруднику, мы, скажем так, делим, насколько я так в меру своих дилетантских познаний понимаю, мы делим все это на материальные и нематериальные способы, скажем так, поощрения и мотивировки. Нематериальные оценить, наверное, сложно. Можно сконцентрироваться, давайте сконцентрируемся как раз-таки на материале. Зарплата. С недавних пор мы стали говорить о том, что рассуждать категории среднестатистической зарплаты по Казахстану неправильно. Мы стали больше ориентироваться на медианную. Но и это, насколько я понимаю, тоже не совсем точный, скажем так, инструмент для оценки риска. Рынка. Что могло бы стать неким абсолютным мерилом здесь? И существует ли такое мерило? И в чем основные, на ваш взгляд, сейчас проблемы, когда мы говорим именно о механизмах расчета по оплате труда, справедливого расчета для работника и работодателя? Потому что у них все-таки разнонаправленный интерес. Да. Спасибо большое, Каиржан. Действительно, если мы говорим о рынке труда, то рынок заработных плат, как неотъемлемая часть, вот сейчас в Казахстане находится в очень такой, я бы сказала, острой фазе. Вот буквально я сегодня услышала последние исследования, и то, что вы сказали, что может быть мерилом, конечно, должны быть исследования. Исследования не только там агентства по статистике, да, но исследования, в которых участвуют работодатели и буквально делятся своими зарплатными значениями, то есть буквально сколько они своим работникам платят в год. Зарплата, базовая оклада, премии, там все какие-то дополнительные выплаты, праздничные, там ночные, я не знаю, вахтовые, там все-все-все. И совокупно сколько человек год зарабатывает. И здесь мы, конечно, понимаем, что должность должности рознь, и человек человеку рознь, да, есть высокоэффективный, есть там кто-то такой середнячок, кто-то совсем слабый, да, и также должности сложные там и так далее. И очень важно, действительно, чтобы работодатели участвовали, давали свои данные. И вот сегодня я буквально послушала исследования Курнферии, компании международной, которая по всему миру проводит исследования заработных плат по Казахстану. Представляете, Казахстан практически в первой тройке стран мира, которые подняли больше всего зарплату за последний год 23. Я была удивлена очень, после нас Бельгия только, да, там и так далее. И рост зарплаты, который был вот в последнее время, но это те компании, которые дали свои зарплатные значения, да, вот. А многие ведь работают в серой зоне, так называемой. Да, вот эта вот проблема есть, но те, которые действительно платят хорошо и делят своими значениями, получилось, что за последний год в среднем работодатели подняли зарплаты в Казахстане на 10%, и там уже начинаются отрасли. То есть есть отрасли, ну, как обычно у нас, нефтегаз, да, там зарплата там 19-20%. Очень большой рост показал сектор FMCG, да, банковский сектор, да, финансовый сектор тоже очень... А я всегда считал, честно говоря, что одни из самых высоких заработных плат в секторе горно-рудном. Ну вот, да, вот нефтедобыч как раз, да, это же тоже, вот, горнодобывающий сектор, я с вами полностью соглашусь. И получается, если вот мы тоже работаем с работодателями, и вот члены нашей ассоциации, да, это HR-директора, вот HR-руководители практически со всех предприятий Казахстана, то все говорят, что все работодатели стремятся хоть чуть-чуть поднять зарплату, но кто насколько может. И вот этот вопрос социальной напряженности, и вопрос тот, что работодатели сейчас вынуждены повышать зарплаты, не только чтобы и погасить эту социальную напряженность, но огромная проблема на рынке труда — это кадровый дефицит. То есть сейчас у нас работники не сидят долго на своем рабочем месте, и тоже вот это вот данные последние по рынку труда, средняя текучесть персонала, то есть сотрудники, которые вот встали, ушли, да, проголосовали ногами, тоже повысилась. Средняя текучесть по Казахстану — 19%. Вы знаете, достаточно высокие проценты, тоже вот по данным Курнферри. Если раньше у нас были сектора, где текучесть там 3,5%, то есть из 100 человек там 3,5 только уволятся, да, то сейчас даже в производственном секторе, в крупных компаниях текучесть может достигать 35%. То есть каждый третий встает, увольняется. То есть, грубо говоря, то, что было раньше, да, когда люди всю жизнь работали на одном и том же заводе, и их дети потом работали, и их вынуки там, такие династии были, это уходит постепенно в прошлое? Это реально уходит. И вот то, что вот Олжас сейчас сказал, да, о том, что идет и смена поколений на рынке труда, да, постепенно на рынок труда приходит более молодое поколение, а привычки у этого поколения, запросы у этого поколения совершенно другие. И получается, то старое поколение, которое готово было там душу отдать ради своего работодателя компании, да, и сидеть 30-40 лет. Скорее за свой завод, за свое предприятие. Да, за свой завод там 30-40 лет, 50 сидеть и никуда не уходить, то сейчас уже вот эта мобильность очень высокая. То есть, особенно у молодого поколения. Чуть что работник уже не хочет терпеть там, да, или там страдать, и он готов уехать из региона, он готов там в другую область, я не знаю, в другой регион, ну и чуть ли не в другую страну. Поэтому вот эта вот миграция между регионами, да, и вообще в целом страновая, это очень сильный фактор вообще глобального рынка труда. То есть вот большая гибкость получилась, открытость, да, и для Казахстана, я думаю, это очень большой риск. Хотя у нас демография хорошая, но я тоже вот отслеживаю рынки труда соседних стран, и также вот уровни заработных плат за одну и ту же работу, сколько у нас в Казахстане, ну я имею в виду один и тот же уровень сложности работы, да, вот, и там квалификации и ответственности, у нас в Казахстане платят одну зарплату, а рядом в других странах можно за это же получать 2-3 раза больше. Например. Конечно же, вот более молодое поколение потихоньку расширяет горизонт. Хорошо, но, как я в самом начале сказал, обращаясь к вам, я имею в виду, есть два вида поощрения, да, материальное и нематериальное. И если мы говорим о том, что, ну, не всякий работодатель в стране может там сразу, там в полтора-два раза поднимать зарплату, то, видимо, на второй, на первый уже план выходят вот те самые нематериальные способы мотивирования, поощрения и так далее. Что это? Насколько это может повлиять на сотрудника человека? Насколько это может в нем вызвать чувство, ну, не знаю, некой благодарности, ощущение того, что о нем действительно заботятся и так далее? Максимально, Каижан, я бы сказала максимально. То есть, если человеку что-то не нравится, он уйдет. Но одним из факторов, который действительно удерживает это качество руководителя, непосредственно руководителя. И вот здесь вот феномен лидерства, да, феномен той среды, которую создают руководители в своих организациях, будь то там топ-руководители, среднее звено руководителей, да, там, ну, даже мастера, вот, там, начальники участков, если это производственные предприятия, имеет огромное значение. Поэтому вот тоже вот какое-то осознанное отношение наших компаний к взращиванию своих руководителей, да, к качеству этих руководителей, к справедливости назначения на руководящие позиции. Когда они со стороны нанимают хантин, да? Изнутри. Из своих. И действительно, и вот, как показывает практика, люди готовы, ну, получать, может, чуть меньше, но они ценят как компенсацию, не как компенсацию, но даже больше ценят. Это вот та среда, в которой они работают, да, тот руководитель, который поддерживает, даёт какое-то признание, да, там, поощряет, развивает, обучает. И, знаете, ещё очень важный момент, вот насколько человек чувствует вот действительно признание вот этого, да, заботу и признание. А, и вот ещё смысл работы. Я просто почему спрашиваю, да, вот как бы в наше циничное время как-то, наверное, стало принято считать, что всё это скорее из разряда такой, ну, скажем, некой пропаганды для руководителей, которые они, так сказать, на уровне некой философии неофициальной могут между собой, так сказать, пользоваться, об этом говорить и так далее. А на практике это, дескать, на реального человека оказывает мало значения. Но вы как раз-таки занимаетесь практическим HR-ом. И исследованием. И с вашей точки зрения это реально работает, да? Это реально работает. И вот тоже, как показывают наши исследования, всё равно на первое место ставят смысл содержания работы. То есть если сама задача, которую человек решает на своём рабочем месте, она вот такая вот, знаете, значимая для него, смысл какой-то имеет, да, вот даёт какой-то вклад там и в развитие самого человека, вот. И в развитии его организации или региона, то, поверьте, вот эти вот вещи, они больше компенсируют, чем, допустим, там, зарплата в миллионы или полтора миллиона. И часто, особенно молодое поколение, готовые, как бы, вернее, требуют высокую зарплату не потому, что вот они прям такие, знаете, меркантильные, да? А потому что вот они, допустим, страдают из-за того, что работа их иногда, ну, лишена, может, какого-то смысла или содержания там какая-то вот рутинная там, ну, или бюрократическая, но в компенсацию они говорят, ну, ладно, я буду терпеть только, да, тогда вот платите мне зарплату. То есть очень много факторов воздействует, и мы как-то... То есть я должен либо наслаждаться этой работой, либо я буду терпеть, но за большие деньги. Да, 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 да. Поэтому мы говорим работодателям, пожалуйста, спрашивайте у своих сотрудников, что ими движет, благодаря чему они остаются на работе. А если они уходят, спрашивайте, почему они уходят. Очень правильная, я думаю, рекомендация. Хочу сравнить вашу точку зрения с мнением социолога Элеоноры Столяровой. Потому что, госпожа Столярова, я знаю, что вы проводили исследование о связи, скажем так, рынка труда с демографическими процессами, и особенно то, что происходит как раз-таки в среде молодежи. Итак, насколько вы согласитесь с мнением Гульмиры Блатовны о том, что в том числе и молодое поколение готовы работать не за такие уж большие деньги, но им важно чувствовать заботу о себе и важно чувствовать значимость своей работы. Или все-таки, если большие деньги предложат, они, так сказать, сменят и место работы, и место жительства, и страну, и так далее. А госпожа Столярова, надо микрофончик включить. Извините. Теперь слышу. Я не только соглашусь, я всячески поддержу, я очень рада слышать такие слова, потому что это то, о чем мы, социологи, говорим уже очень давно. Удовлетворенность работой складывается далеко не только из оплаты труда, а из очень многих других факторов на самом деле. И один из таких факторов – это чувство безопасности. Например, очень известное исследование, всемирное исследование ценностей Рональда Ингелхарда, которое в том числе и в Казахстане проходится, оно показывает, что если человек испытывает базовое чувство безопасности там, где он живет и там, где он работает, то он становится больше склонен к инновациям, к творческому мышлению. А вот если он этой безопасности не испытывает, то он живет по принципу, чтобы завтра было так же, как вчера, потому что он боится любых перемен. А вы имеете в виду безопасность в плане сохранения работы, сохранения заработка и так далее? Или в каком смысле? В самых разных смыслах, в том числе и сохранения работы, и в том смысле, что придя на работу, ты не рискуешь нарваться на хамство, на грубое отношение, на обесценивание твоего труда, на обесценивание твоей личности. Когда, например, тебе заявляют, если ты такой востребованный специалист, что ж ты тут сидишь? То есть мало за какие деньги люди согласятся это терпеть, потому что это небезопасно с точки зрения личности. И только если вот такая обстановка комфортная сохраняется, тогда мы можем ожидать от работников и от молодежи в первую очередь того самого творческого, креативного, инновационного мышления, которого мы и хотим получить. А насколько наша молодежь обеспечена как раз такими работодателями, такими трудовыми местами, где им готовы дать и безопасность, и, так сказать, достойное к ним отношение, и достойную оплату? Ну, тут, конечно, надо смотреть с двух сторон. Насколько молодежь, которая приходит работать, здраво оценивает уровень своего профессионализма и уровень своего трудолюбия и своей трудовой ответственности, потому что здесь двусторонняя проблема. Но я хочу другие вам цифры привести, которые очень косвенно, но, тем не менее, мне кажется, очень ярко характеризуют представление нашей молодежи о рынке труда. Не сам рынок труда, а именно представление о нем с точки зрения молодежи. Два года назад мы проводили большое исследование, опрашивали ребят, студентов по всему Казахстану. И, в частности, мы задавали им вопросы, планируют ли они отъезд в другую страну. И если планируют, то почему, при каких обстоятельствах и с какой целью. Вот на прямой вопрос, задумывались ли они об отъезде, они давали такой, в общем, довольно красивый ответ, 60 с лишним процентов, говорили, нет, мы об этом даже не задумываемся. Но потом мы начинали задавать уточняющие вопросы. И тут выяснилось, что если будет возможность получить лучшую работу, вот уже 29% сказали да. Если можно будет получить лучшее образование, еще 20% добавились, да. Если можем будет получить лучшее условие жилья, еще 17% добавляются, да. И в результате, когда мы все-все-все вопросы задали и снова в конце спросили, как вот насчет того, чтобы остаться и работать в своей стране, вариант не уеду ни при каких обстоятельствах, выбрали 3,7%. То есть, грубо говоря, такой абстрактный патриотизм начинает резко уменьшаться, когда речь идет о конкретных факторах, влияющих на качество жизни человека. Совершенно верно. Причем все они так или иначе связаны со своей профессиональной экономической самореализацией. Из этого следует, мне кажется, вывод, что если мы не предложим молодежи некие варианты для успешной самореализации у нас в стране, хорошая работа, хорошие зарплаты, достойные к ним отношения и так далее, то мы рискуем увеличить некую утечку мозгов. Так? Я с вами совершенно соглашусь, я даже поставлю акцент, что рискуем мы потерять как раз лучших. Тех, кто достаточно квалифицирован, кто владеет различными языками, кто гораздо более уверенно смотрит на возможность поехать и работать в другой стране и там добиться большего успеха, чем у себя на родине. Понимаю. Вот для того, чтобы понять, скажем так, насколько эта проблема типична или нетипична, скажем, для других стран, в этот вопрос хочу адресовать известному экономисту Ануару Нуртазину. Но для начала, прежде чем задать этот вопрос, хочу предложить посмотреть еще один материал как раз-таки из-за рубежа, из Франции в данном случае. Озеленение и цифровизация мировой экономики усилит нехватку рабочей силы. В Организации экономического сотрудничества и развития провели большое исследование и выработали рекомендации, как адаптироваться к экономическим преобразованиям. Непривлекательность среднего профессионального образования общая проблема за редким исключением. При этом среди выпускников университетов безработица существенно выше, чем среди обладателей рабочих специальностей, констатируют эксперты. Причина – недостаточное внимание от государства. Аналитики советуют усилить финансирование среднего профессионального образования, улучшить подготовку преподавателей, сильнее интегрировать производственные процессы. Для повышения качества подготовки ОСР планируют запустить международную программу ПИЗА по аналогии с рейтингом знаний учащихся школ. Цель – чтобы рабочие специальности не рассматривались как выбор от безысходности, но как возможный старт для успешной карьеры. Профессиональное образование – это альтернатива университетскому образованию, позволяющее получить практический опыт и обеспечить трудоустройство. Оно упрощает выход на рынок труда и адаптирует к спросу на квалифицированную рабочую силу. Эти люди также могут в течение своей карьеры улучшать или менять компетенции в зависимости от обстоятельств. ОСР оценивает, что больше 25% рабочих мест будет под угрозой с внедрением искусственного интеллекта, но будет расти спрос на квалифицированных рабочих в возобновляемой энергетике. В Нидерландах и Германии система образования обеспечивает переход от школы к рабочей жизни настолько эффективно, что уровень безработицы среди молодежи там крайне низок. Итак, мой четвертый гость – известный экономист Ануар Нуртазин. Господин Нуртазин, давайте попробуем уловить связь между тем, что в западных странах экономика готова предложить большие доходы, большие зарплаты и так далее. Не только в западных, многие казахстанцы едут сейчас, насколько я знаю, в том числе и в Южную Корею и так далее. И между тем, что нам все-таки необходимо создать какие-то условия труда на собственном рынке для того, чтобы умную, перспективную, успешную молодежь все-таки удержать и сохранить этот потенциал для будущего. Скажем так, в чем задача и что делать, на ваш взгляд? – Добрый день. Если говорить касательно текущей ситуации о рынке труда и его развитии и удержании, здесь неосновенно стоит обратить на несколько основных моментов. Во-первых, в рамках того экономического исследования, которое мы ранее проводили еще в 2014-2015 годах, средняя зарплата фактически в Казахстане оторвана от объективной экономической реальности. То есть она не соответствует тем показателям, скажем, тому же приобретению дальнейших товаров, работы и услуг. Соответственно, более-менее те показатели, которые соответствуют, это МРП, это модальная зарплата. Это первое. – То есть даже не медианная зарплата? – Даже не медианная зарплата. Медианная тоже показывает среднеквадратичное отклонение. Второе, получается, молодежь на сегодняшний день, наверное, более рационально действует. Разумеется, есть какие-то мотивы любви к родине, есть патриотизм, но объективная экономическая реальность разбивает буквально все мечты. Так как все мы понимаем, что мы должны обеспечивать себя и свое будущее. Соответственно, так сказать, рыба, если ищет, где глубже, то человек ищет, где лучше. И в данном случае, конечно же, Казахстан, наверное, к сожалению, отстает в предоставлении лучших экономических возможностей. Следует также особо отметить, что сегодня, буквально, в Казахстане у нас существует достаточно высокая диспропорция на рынке труда. То есть иностранные специалисты, некоторые даже в шутку называют гастабайтеры, вот как говорилось еще на Хабаре, в рамках аналитических программ к концу недели, зарабатывают намного больше, чем казахстанцы. Это поднимался на самых высоких, так сказать, поднимался этот вопрос в самых высоких кабинетах. К примеру, глава Эра Станы зарабатывает миллион долларов, около миллиона. И глава, скажем, менеджер, главный Арсилова Металл, тоже около миллиона долларов, иностранные специалисты. И в Казахстане при этом глава государства в своем послании отметил, что около двух миллионов человек находятся на минимальной заработной плате, что, соответственно, также говорит о резких диспропорциях на рынке труда. Следующий момент, если вы понимаете, что, так сказать, тот рынок труда, который сложился, к примеру, в Восточной Азии, это Япония или Южная Корея, где, скажем, менеджеры зарабатывают, где есть коэффициенты, в том числе, особенно в государственных, в квази-государственных секторах, где руководители и менеджеры зарабатывают не в несколько раз, а всего лишь в два-три раза больше средней модальной зарплаты. То есть, если говорить, к примеру, замминистра, он зарабатывает три модальных оклада в Японии, соответственно. Если переводить на цифры Казахстана, условно говоря, если это модальная оклада около 100 тысяч тенге, то, соответственно, зарплата замминистра должна быть 300 тысяч тенге. Это помогает связывать, опять-таки, экономическую реальность и всю социально-экономическую ткань снизу кверху. И следующий момент, касательно предоставления возможностей и также патриотизма. Вы знаете, у нас есть уже статистика касательно тех же сезонных работ в Великобритании. Казахстанцы, если несколько лет назад буквально подали 7 заявок на сезонные работы в Великобритании, то в этом году их уже около 4 тысяч. Буквально лавинообразный рост. Такой же лавинообразный рост мы наблюдаем в Восточной Азии, то есть Южной Корее в первую очередь. Здесь, наверное, Министерство труда уже выработало достаточно прочную позицию для защиты граждан Казахстана за рубежом. И, наверное, в этом направлении, в том числе предоставление дополнительных квот работы в развитых странах, нам необходимо порабатывать. Также мы не видим большой проблемы в так называемой утечке мозгов. Почему не видим большой проблемы? Потому что, опять-таки, люди стремятся к лучшим условиям. Если на сегодняшний день, к сожалению, рынок труда Казахстана не может предоставить так называемых, опять-таки, объективных условий, то, соответственно, люди должны повышать свои навыки и квалификации, то есть не останавливаться в своем развитии и эмигрировать. Как глава государства еще в 2020 году отметил, мы граждане все мира. И, соответственно, исходя из этого. Разумеется, в данном направлении, наверное, необходимо, опять-таки, поддерживать и развивать социальную, так сказать, направленность. В первую очередь, предоставление безусловного жилья, так как расходы на проживание являются, наверное, самым сильным финансовым бременем, особенно для молодых, в том числе талантливых специалистов. И следующий момент, также особенно отметить те данные, которые предоставлялись по рынку труда, это дисбаланс не только в квалификациях или специализациях. Те исследования, которые показал Boston Consulting Group, на постсоветском пространстве у нас наблюдается резкое снижение квалификаций, которое уже было обозначено в экономике как квалификационная яма. И более того, некоторые эксперты говорят, что более 50% руководителей не соответствуют занимаемой должности. Если же говорить про дефицит... То есть мы где-то потеряли поколение профессионалов. Да, есть такая проблема. Дефицит в экономике, мы не говорим про дефицит кадров. Почему? Потому что дефицит кадров в экономической теории должен основываться при так называемом, является временным и должен основываться при экономическом росте. Но по данным Международного финансовых института, в первую очередь Семеновного банка, в Казахстане есть проблемы с ростом экономики, о чем опять-таки Косом Жамарский Мелович заявил и объявил новую экономическую политику в связи с этим буквально в сентябре этого года. И когда мы говорим о дефиците, это просто кривая спроса и предложение должна смещаться в более высокие заработные платы. То есть фактически людям надо платить больше, таким образом обеспечивая минимальный социальный уровень. И опять-таки об этом говорит президент, то есть повышать благосостояние граждан. То есть сшивать общество, повышать благосостояние и создавать простор для молодого поколения. К сожалению, на сегодняшний день следует отметить, что социальные лифты не работают и стеклянный потолок существует, особенно для тех людей, которые не имеют так называемых родоплеменных связей. Соответственно, помимо стеклянного потолка зачастую даже накладываются стеклянные стены. И на эти проблемы, на этот вызов, как принято сейчас говорить, наверное, и должно ответить наше правительство. Так сказать, создав предпосылки, в том числе для макроэкономического роста, обеспечивая максимальную вовлеченность молодых людей. И разбивая этот стеклянный потолок. Хорошо. У нас осталось несколько, еще и пару минут эфира. Хотелось бы вернуться к разговору с господином Уордобаевым. Господин Уордобаев, смотрите, только что господин Уордобаев предположил, ну не предположил, а высказал тезис о том, что есть некий провал в количестве профессионалов, которые передают из поколения в поколение свои знания, скажем так, дальше. Если взять это за аксиому, то как это можно решить? Ведь нам все-таки для того, чтобы... Ну хорошо, если даже предположить, что диффузия и перемещение на рынке труда это, в принципе, достаточно нормальное явление, когда люди, так сказать, переезжают из региона в регион, но, тем не менее, подготавливать новые поколения надо, тогда что делать, каким образом заполнить вот этот вот дефицит профессионалов, который, оказывается, образовался у нас? Ну, я бы не сказал, что, наверное, ситуация там кардинально такая трагичная, как, наверное, было озвучено. Действительно, есть у нас поколенческие вопросы, вызовы относительно того, что выбирает молодежь сейчас, какие профессии актуальны на рынке труда, но при всем при этом сейчас рынок труда себя регулирует и то количество молодых кадров, которые готовятся, я вот согласен с тезисом, который озвучивали коллеги из Французской республики, о том, что все-таки наиболее таким прагматичным уровнем образования, где должны готовиться кадры, это являются колледжи, это профтехобразование. Мы сейчас как раз-таки в нашей концепции основной упор делали на развитие профтехобразования, потому что основная потребность, вот здесь вот я с коллегой согласен, что все-таки вот эти вот поколенческие присутствуют вызовы, что мы сейчас должны больше готовить кадры из сферы профтехобразования, но уже с новыми навыками. Касательно еще немножко молодежи, здесь я бы хотел отметить, что действительно вопрос стоит сейчас достаточно остро, и он является очень актуальным, с учетом того, что мы ежегодно видим выходящими на рынок труда порядка 300 тысяч молодых казахстанцев. С учетом того, что сальдо вот именно выбывающих с рынка труда и прибывающих на рынок труда, все-таки сальдо положительное, и у нас плюсом каждый год до 30-го года, там у нас будет плюсом по 100 тысяч человек в разные годы, в среднем там около 100 тысяч человек каждый год будет прибывать дополнительных на рынок труда. И нужно будет учитывать особенности нашего молодого поколения, каким образом их готовить, каким образом осуществлять онбординг этих кадров, особенно на промышленных предприятиях. Мы вот в рамках своей концепции как раз-таки в ходе исследований пришли к тому, что основной упор будет сделан на именно сектора экономики, в которых будут генериться рабочие места высокопродуктивные, это обрабатывающая промышленность, это информационные технологии, это горнодобывающая промышленность, но в общем-то уже должно быть дальнейшее развитие, то есть если мы говорим на юге должна быть первичная индустриализация, в центре и на востоке страны должна быть дальнейшая реиндустриализация, на севере страны необходимо модернизировать сельское хозяйство, на западе страны необходимо использовать потенциал наших добывающих предприятий, вокруг которых строить кластеры с долгосрочными контрактами, то есть в общем-то вот этот вот весь пул мероприятий мы... Применять индивидуальные подходы, по сути. Все верно, в каждом регионе должны быть свои подходы. Согласен. Гульмира Болотна, у нас есть буквально минута эфира, может быть напоследок успеете сформулировать все-таки на ваш взгляд, если учесть, что в сфере, ну вот той, которая раньше считалась, сказать, где готовили в высшем образовании, сейчас очень много, оказывается, хотят передать в ведение искусственного интеллекта и так далее, там в автоматизированные системы. Может уже нам в будущем и не понадобится столько ребят с высшими, с дипломами о высшем образовании, как думаете? Да, я с этим полностью соглашусь. И здесь, наверное, вот тот закон о профквалификациях, профессиональных квалификациях, который был принят и вступил вот в силу, и то, что сказал вот УЛЖАС о профессиональных стандартах, это очень критично. То есть сейчас время такое, что мы можем навыки свои наработать не обязательно через там 4 года на бакалавриате, 2 года магистратуре, иметь диплом высшего образования, да. Можно через рабочее место свое набрать эти все навыки, просто вот учиться, да, делая что-то, а потом прийти там в Центр признания квалификации, сдать экзамены и получить сертификат, что у тебя точно есть такая же квалификация. А можно параллельно пойти и там и 6 лет сидеть в УЗИ. Согласен. Да, и получить такой же сертификат, поэтому сейчас все очень гибко. Согласен. Я вижу, что госпожа Столярова хотела что-то на этот счет тоже добавить, и у вас есть буквально 30 секунд. Спасибо. Я лишь хотела сказать, что действительно сегодня настолько гибкий сам рынок труда, что и подготовка к нему должна быть максимально гибкой. И сводить подготовку молодых специалистов только к довольно тяжеловесной стандартной системе, к которой мы привыкли, это заранее обрекать ребят на то, что они не получат достаточный квалификации. Согласен, абсолютно согласен. Ну что ж, мы сегодня попытались, как сказал Кузьма Прутков, объять необъятное. Это огромная тема, которая требует детального решения. Кстати, мне вот на самом деле несколько жаль, Гульмира Буатвина, что перестали проводить HR-форум. Мне кажется, было довольно нужное мероприятие, где профессионалы как раз все это и обсуждали. Но это все, что мы успели обсудить за эти 45-50 минут нашего эфира. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар-24. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова